Всем расскажу очень много интересной информации из жизни известных людей. Мама самый главный человек в жизни. Никто не сможет подарить столько тепла и заботы, как одна. Мы всегда вспоминаем о нежности их прикосновения в моменты грусти и улыбки в те минуты, когда гордимся собой. Каждый день они непрерывно думают о нас, ждут новых звонков и сматываются в темноту за окном. Но, гадая все ли в порядке с годами, нас становится все меньше времени, которое мы готовы уделить самым родным людям. Самые дорогие уходят всегда неожиданно и слишком рано. Вот когда мы задумываемся о том, как мало времени проводили вместе, а ведь все было в наших руках. Тем не менее, иногда судьба старицы вознаграждает людей, посылая им другого особенного человека. Он никогда не сможет заменить мать, но сделает так, чтобы память о ней жила в сердце вечно. Это случается не только с обычными людьми, но и со звездами. Не стал исключением и Филипп Киркоров. Артист потерял самого родного человека, когда ему исполнилось 27. Ирония ситуации в том, что это трагическое событие произошло в день его рождения. Сегодня, 6 апреля, исполнилось бы 80 лет моей любимой маме Виктории. Как бы мы красиво отгуляли этот юбилей год всей семьей. Маме 80, папе 85, мне 50. Как жаль, что этот солнечный весенний день 2017 года она, увы, не дождалась. Жаль, не дождалась своих внуков и не увидела свою копию Аллу Викторию. Мою дочь, которая носит ее имя и в ее память. Светлая память. Спасибо всем тем, кто вспомнил ее, вспомнил ее и помнит в своих молитвах. Спасибо всем моим поклонникам за эти чудесные посты. Живите долго, ведь жизнь это самое ценное, что у нас есть. Мне мама тихо говорила. Одна из любимых песен поклонников певца. Но мало кто знает, что в этой трогательной композиции звучит вся боль его сердца. Именно музыка была тем спасением, которое помогло, пусть и не сразу, но справиться с ней. Артист даже не смог побывать на похоронах матери, так как в то время был с гастрольным туром в Израиле. А сама женщина незадолго до смерти еще раз доказала ему свою безграничную любовь. Как вспоминает сам Киркоров, она взяла с него обещание ни в коем случае не отменять концерты и не подводить своих поклонников, что бы с ней ни случилось. Филипп Бедросович родился в семье артистов. Его отец был знаменитым певцом, а Виктория артисткой разговорного жанра. Возможно, гастрольное кочевое детство и заложило в тогда еще маленьком мальчике любовь к сцене, которая поддерживает его все эти годы. В одном из интервью певец поделился воспоминаниями об одном из концертов. Мать была его ведущей, отец пел, а маленький Филипп стоял за кулисами и восторженно смотрел на это волшебное действие. А в тот вечер это выступление было уже на четвертой по счету площадки. Следствие мальчика разрывалось и от понимания того, насколько устала мама. Неожиданно для всех он выбежал на сцену, звонко объявил следующий выход и сорвал овации зала. А ведь ему было всего пять лет, не больше. Несмотря на кочевой образ жизни, Киркоров был образцовым учеником, в чем также немалая заслуга Виктории Марковны. Золотой медалист, выпускник музыкальной школы по классу гитары и фортепиано. Неудивительно, что родители гордились своим сыном. Киркорова всегда была рядом с ним. Она знала обо всех его делах. Первой слышала каждую новую песню, давала ценные советы и тщательно оберегала его от поклонниц. Став также его секретарем. Молодого и обаятельного красавца мечтали заполучить многие девушки. Они решались на отчаянные поступки, выдавая себя за подруг или помощь из певца, а некоторые даже рисковали собственной жизнью, пытаясь попасть в его номер в гостинице или костюмерную. Виктория Марковна взяла на себя непростую обязанность даже отвечать на письма влюбленных в ее сына поклонниц, совмещая в одном лице мать, подругу и психолога. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь.